Матвей, привет! Как долетел? Ну такой тяжеловатый полет, все-таки почти 12 часов летели, но в принципе комфортно. Приехали, отдохнули, живем по московскому времени, поэтому в принципе комфортно. Соскучился? Почему? По сборной? Ну конечно соскучился. По языку может быть? Ну немножко необычно, я привык к тому, что я не могу говорить со всеми о чем угодно. И здесь так приятно мне. Может какие-то случаются французские оговорки в жизни здесь в России? Ну когда ты говоришь по-русски. Ну я почему-то Мерси начинаю говорить часто, пытаюсь сейчас стучиться, это как-то плохо звучит. Вы летели вместе с Долером, может о чем-то разговаривали, анализировали Вьетнам, Таиланд. Что анализировали? Матч с Вьетнамом и Таиландом. Ну да, мы летели вместе с Долером, но не обсуждали матчи, которые нам предстоят. Я думаю, что нам на теории все, что нужно, расскажут. А в целом, что знаешь об этих странах? Об этих странах? С футбольной точки зрения. Ну допустим, если говорить про Вьетнам, знаю, что здесь играет вратарь родом из России, который прошел вроде Динамской академии, если не ошибаюсь. А все остальное, теория, сегодня будет нам расскажет. Когда Долер дал одно из первых интервью, после жизни во Франции он сказал, что соскучился по гречке. Что у тебя с скучанием по нашей еде? Ну я жду, что нам борщ дадут здесь, пока мы живем. Потому что борщ – мое любимое блюдо, и без него было тяжеловато. Но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, поэтому пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось. Так что, в принципе, борщ жду, но, в общем, по кухне не прям сильно соскучился. Как тебе жить в Париже? Правда ли, что город переживал нашествие клопов? Так, в новостях говорили. Да я за Парижем живу, я не знаю. Вообще, насколько я понимаю, на время Олимпиады многие парижане уехали. И там больше, ну не больше, а очень много было туристов именно. Поэтому мало кто ездит в Париж, только те, кому необходимо туда кататься. Вот, поэтому я живу за городом, рядом с нашим футбольным центром. Поэтому мне в Париж не нужно, клопов не видел. У меня все нормально. Ты очень часто говоришь, что в целом за футболом не следишь. Как много игроков в ПСЖ ты знал до того, как пришел в команду? Ну, только тех, кто на слуху были. Так не особо я разбирался. Ну и мне понадобилось время, чтобы всех запомнить, потому что у некоторых тяжеловатые для меня восприятия имена. Поэтому, наверное, три недели, наверное, и я всех запомню. А в целом, на сколько процентов можешь оценить адаптацию? Ну, я думаю, что я уже хорошо адаптировался. В плане того, что я комфортно себя чувствую. Знаю многое, знаю все, что мне нужно. Допустим, если что-то случается, я знаю, что мне нужно делать. Нет такого ступора какого-то. Вот, поэтому я думаю, что большая часть адаптации прошла, но на сто процентов она будет завершена, когда я начну спокойно по-французски разговаривать. Отмечали ли одноклубники французскость в твоем стиле? Может, там, мушкетером называют? Ну, кстати, да. Да, я вот сейчас вспоминаю, что буквально одни из первых дней меня уже Д'Артаньяном начали называть там. Но это так, как бы в шутку, и не прижилось. Нет такого, что я там мушкетер в команде. Такого нет. Просто, как бы, такое я слышал. Это среди игроков или стафф, или в целом? Да, стафф был. Считается, что у ПСЖ суперсовременная академия, то есть суперсовременная база, все там есть. То же самое говорят про базу Краснодара. Самое большое удивление или контраст в разнице в подготовке, может, что ты там увидел? Подготовки? Ну, в целом, вот, быт, как все организовано? Ну, база у ПСЖ, она немножко поменьше, чем в Краснодаре. Но, как мне кажется, по насыщенности вот всего, что внутри, она чуть более организована. В плане того, что все рядом. Я вообще не прохожу больших расстояний. Буквально раздевалка, вышел раздевалки сразу в зал. Вышел из зала сразу в медицинский кабинет, поэтому все как-то комфортно. Не нужно проходить большие расстояния. Допустим, если говорить, что разницу между Краснодарской базой и в Париже, то в Краснодаре нужно было переходить в разные корпуса для того, чтобы куда-то попасть. И, в общем, тяжело было встретиться с людьми вообще на большой базе, настолько она большая. Вот, в Париже такой проблемы нет. Вот, поэтому, наверное, это основное, основное различие. Но по внутренностям плюс-минус все то же самое. Ну, просто я не понимаю, какая может... Естественно, есть какие-то различия, да, допустим. Вот из того, что мне бросилось в глаза первое, это в зале есть специальная комната, где стоят три велосипеда и дорожка. И там можно поднять температуру и крутить велик, как будто ты в сауне находишься. Вот, такого я не видел. Это такое, то, что мне именно бросилось в глаза, такое особенное для меня было. Вот. Но в остальном, крио-сауна, тренажерный зал, практически все одно и то же, да, есть естественное различие. И, наверное, главное различие вообще всей базы, это, наверное, став, потому что у нас около семи, по-моему, физиотерапевтов в ПСЖ и чуть по-другому выстроены работы. Я думаю, что вот это основное различие. Потому что для меня, вот, допустим, клуб – это люди, которые его представляют. Поэтому я не понимаю вопрос, потому что не вижу смысла сравнивать базу, потому что условия там и там прекрасные. И последний вопрос. Ты ездил к Долеру в гости. Это было желание встретиться с товарищем или посмотреть Францию, Нормандию? Ну, на самом деле оно все как-то совпало, потому что, когда мы… Получается, первый матч у нас был как раз-таки против Гавра, и мы туда поехали. И у меня не получилось посмотреть город. И я подумал о том, что ехать недалеко, можно будет как-нибудь съездить, когда приедет семья моя. Вот. И как раз-таки с Долером на днях там пообщались. И он сказал, да, приезжайте, скажи просто, когда ты приедешь, и свожу вас в ресторан морепродуктов. Поэтому, когда у меня был свободный день, взял брата девушку, и мы поехали через Руан в Гавр, помимо того, чтобы посмотреть достопримечательность, еще увидеться с Долером, чуть поболтать, познакомиться поближе. И, в принципе, получилось такое приятное приключение. Все. Желаем удачи. Ждем в воротах. Спасибо. Спасибо.